Музыка 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 Ты щедро руку, Ты исполняешь всякое животное благословение. Слава Твоей цены, святому Духу, ныне, пресной веки веково. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови осети дары, посылаемой Твоей щедростью, словы истины и молитвы. Аминь. Так, что вы сейчас сделали? А могу писать? Так, у нас радостное сообщение. Котел мы готовились несколько лет. Только что отослали на книги проповеди Васильевича Святой Библии, семитомник. И все как чудно, Бог сделал. Вот специально все, все дни, их не видно было, они работали. Еще нужна была помощь. Николай, а скажи, как ты оказался у нас? Ну, мы там картошку закончили, и я пошел за Владимиром, чтобы он лестницу перевез в тяжелую на мотоблоке. Я его позвал, он говорит, отвези велосипед домой. Я еду и думаю, надо братьев позвать, чтобы перерыв был, на озеро искупаться. Заезжаю только к ним, захожу, они говорят, пять секунд назад только говорили, что ты нужен здесь. Я только вступил вот так. Отправить не могли, вообще отправить не могли. Мы все сделали, отправить не могли. И только Николай разбирался уже в этом. И Николай только говорит, Николай, надо Николая Астахова позвать, мы сами не разберемся. Пять секунд проходит, он заходит. Мы отослали, закачали фотографии. Сколько в общем числе фотографий? Николай. Две тысячи фотографий где-то там. Сколько? Две тысячи фотографий. Представь себе. Четырнадцать гигабайт фотографий. Семь томов каждый том. Тысячу. Треста. Чем? Двенадцать. Тысяч триста двенадцать страниц. Тысяч четыреста? Тысяч триста двенадцать страниц каждый том. Тысяч триста двадцать. Чтобы было понятно, что это такое, я сегодня решил вас познакомить с одной книгой, у которой своя история. Книга, которая совершила то, что не сделалось никогда. Она помогла сокрушить империю зла, империю лжи. Я хотел, чтобы эту книгу по кругу пустили. Каждый поддержал и сказал, я ее видел. Архипелаг Булаг. Когда я начитывал первый раз на магитофон, сумели тайно через верницу провести имкопресс зарубежную. Три тома. Три тома. А посчитай, какой заголовок здесь идет. Вот оно. И в газетах появилась статья. Главная газета у нас в стране. Российская газета. Учредитель правительства Российской Федерации. И стоит Владимир Владимирович Путин. И рядом вдова Солженицына Наталья Дмитриевна. И они рассуждают о том, там статья написана, у меня есть она. Как преподавать, с какого тома ознакомить. Но когда мне пришлось это начитывать, я их начитывал на пленку, это все в обвинении было. Слово ГУЛАГ сказать даже нельзя было. И что было на пленках, все было изъято. Они приезжали, следователи с магнитофонами. И то у меня, что написано. И там на синусоиду показали как. А теперь понятые стоят. И понятые как Карманов. Там это, фамилия Безумные. Как вот специально их подобрали. И что там я считаю. А они отпечатали. Дали мне, я насчитываю. И они теперь смотрят, как амплитуда идет. Сходятся, чтобы мне приписать это. И когда я вернулся после заключения, я теперь это насчитал уже на компьютер. Довольно чистая запись. И вы можете смотреть, архипелаг ГУЛАГ считает. Кто слышал это? Ну, кое-кто слышали где-то. Вот начните оттуда. Каждый, подержите эту книгу в руках. Сколько страниц тут? А? Сколько страниц? Вот посчитай, сколько? 1278. Сколько экземпляров выходили? Ну, почти что одинаковые. Вот здесь, что написано? Полное здание в одном томе. Такого я больше нигде не считал. То есть, вот такая толщина будет у нас только 7 книг. Подержи, отпусти, чтобы каждый подержал в руках. И мог сказать, я эту книгу видел, держал в руках. А, толще вот этой. А дальше я буду говорить. 5000 экземпляров. 5000 экземпляров? Более лживой страны, как в трехсоветских коммунистях, не было. А что за это? Ну, простой вопрос, да. Да-да-да. Как ты же? По сравнению с Гитлером, у Гитлера этого не было. Гитлер приходил... Гитлер, это не фамилия его, это, как можно сказать, паразитин. Шикель Грудер. Адольф Алоизович. Я его хорошо очень много читал, и в оригинале, и там в Майнкаппе, и что. И вот он постепенно поднимался. Голосует 7 процентов. Это считалось много в бунтестаге. Проходят снова выборы. У него же 27 процентов. Потом сбавилось, и потом сразу 70 процентов. И канцлером стал. А канцлером стал, а тут умирает президент. И он одновременно стал то и другое. Ну а дальше какая история идет. Гитлер ни одного крестьянина не трогал. Только поднимал. Ни одного, это надо сказать заранее. У нас 12 миллионов. Самых лучших раскулащили где-то. И по порядку если отобрать, ну те-то пришли как. Захватили власть. Старя расстреляли. Сарису. Четыре девушки расстреляли. Он не тронул ни одного священника. Более любимого людьми не было. У него самая центральная ошибка была, когда он нарушил правила бытия 12.3. Абрама Бог избрал и говорит, благословляющий вас благословен будет. Проклинающий проплят. И поэтому он превратился в чудовище. Поставил задачу, это Гиммлер, Генрих, главный у него там колдун был. Всех евреев надо уничтожить. Куда бы ни приехал маленький детитель, женщина. Подряд всех. А они говорят, как называют это, Холокост, что 6 миллионов. Оспаривают? Не знаю. Но главное, что для маленького, малоразно распространенного народа столько уничтожить, это страшная трагедия. Но в мире вы будете так, как в Библии написано. Они у власти. Вся иерус-преденция, все деньги, золото, все находится в тех руках. И мы ежедневно просим Господи, коснись народа Израиля. Обрати их. Чтобы они приняли распятого имя Иисуса Христа, который говорит, я пришел ради Ореса Израиля. Но не только. Для всего мира. Вот теперь передайте другим, чтобы книгу подержали в руках. Вы скажете, я эту книгу видел. Официально теперь изданные книги. А тогда ее выискивали. Ну и у меня они не могли знать, где вы сажали ваша книгу-то. А вот ко мне как заходишь, комната одна. Комната, ну она примерно такая вот была. Здесь у меня и кухня, здесь и туалет, здесь и мастерская. Здесь я переписываю. 12,8 квадратных метров. 12,8 квадратных метров. И вот что за что судили меня, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия. Все это насчитано на этой территории. Мы недалеко от вокзала, было 11 человек, могли ночевать и никого на полу. Комната разбитая на этаже была. И вот такое дело. Откуда мы двинулись? И как заходит человек, а тут полка вот так высоко. Мы договорились, допрашивать буду, мы попадемся. И на полку положите. А так как люди у меня все время идут, я беру, я не знаю, кто их принес. Когда я насчитал, я положил на место. Но они все-таки стали тише-тише давить. Ну, у меня задействовано было указ Московской КГБ, МГБ. Это вообще. И вот они, я сижу, сиденье маленькое такое. А там внизу крышка я взял, и там книжки еще лежали. Но они взяли книгу. А там она желтая такая, там про житя степень. Он ходит, посчитает. Ну почему мы ее спрятали? Когда ничего там нет такого. Я говорю, я не знаю, что прятать-то. Возьму жену, дверь сниму и уйду куда-то. Ну невозможно. Только область. Это не как область делали. Вот это трещина, а не там. Потому что они караулили. И когда нас обложили, а мы решили тогда, как делать-то. Владимир Решленин учил так, подбои в разные стороны. А у меня там 14 человек было на этой квадрате-то. Ну и до вечера-то дождались. Самый сильный спать человек хочет с 3,5 часов. Ну и самый сильный человек, мы поставили его. А сзади мы накопили ведро мочи. Если они здесь есть, кто первый берет, ты запнись и сразу их облей-то. А мы подлое выскакиваем и в разные стороны. Ну вообще. И нам коснулась так, там рядом пивобанка. Мы через нее, через морсовозавод и туман. Только приблизив туманинга бегут за нами. Ну мы там какой-то двор зашли, щекол я уцепил, так и держу. Они подергали, их нету. А мы тогда не выходим. А через это на крыше, по крышам и на следующей улице выскочили. Только выскочили, а они вот они. И уже в машине сидят, я гляжу, без формы. Я говорю, я думал, милиция. А не, мы повыше милиции. Ну и домой. А домой теперь еще. Дверь взломали. Вот как все это дело было. И вот Архипелаг Булаг. Это книга, когда она была... Есть такое, есть. Архипелаг Булаг в интернете. Как его отправили за границу. Что Солженицын претерпел. А он прошел Булаг. Его интересно, когда он здесь уже был выпущен. На высылке был. И обнаружили раз. Полностью все путал. И вот в коридоре койку вынесли. Вот сколько-то дней побыл, заново смотрю. И трака нет. И по сегодняшний день отновил. И вот они распространили на все языки, наверное, за рубежом. И люди взглянули тогда. А что? Чудовище. Сколько погибли? Профессор Кораблин говорил, что во всем мире погибло от коммунистов 110 миллионов. 110. Хотя Достоевский говорил, что если коммунисты придут к власти, этот эксперимент обойдется в 100 миллионов голов. И вот эта книга. Архипелаг Булаг с Солженицыным. Александр Исаевич. И Горбачевская перестройка. Миру открыли глаза. Ни одного выстрела не сделали, как Гитлер лез тут с войсками. Все лопнуло, развалилось. И вот где мы находимся сейчас. Все, по частям разлетелось. А должно было быть так, на помощь никто не придет. Мы молились. Я знаю в это время, когда случилось. В 87 году, 25 марта, меня освободили. Уже потеплело. И у нас было 210 политзаключенных в это время. Мы спрашивали, будете распространять? А уже так слабенько было. Не буду. Я и не распространял. А когда власть лопнула, все наши обещания, все кончилось. И я начал насчитывать заново вот это вот. Вот сколько времени, думаете, ушло? Вот это насчитать. Не просто просчитать, а насчитать. И это в интернете стоит с выражением и прочее. И в это же время я насчитываю златоустые. Вот ушло ровно 30 дней. 30 дней. И один говорит, вот я слышал разные насчитки. Но вот это считает, зэк, слышно, что делает. Кого считает? Один говорит, он там ошибки, удаления, его к стенке поставить надо. Как на портрет Сталина. Говорит, повесить его или к стенке поставить. И по милости Божьей, сегодня мы услышали этот материал. И просчитать можно, даже не считать, услышать. А в интернете это сохранилось. Но у нас было так, мы когда, ну это YouTube, начитанное было. И мы выставили, и вдруг претензия одна женщина. Я на вас суд подам. Потому что не считали тогда. То есть они, я понял, так, закупили его произведение. И имеют только они право насчитывать. Ну мы попросили прощения. Мы просили в гости приехать. Она сняла обвинение. А у нас было уже два замечания. Третье, значит, всю систему нашу отрубит. И надо было, говорится, поступить так. Ну вот, милостью Божьей, что сегодня делали. Сейчас о книгах, которые вышли, наши братья запустили в редакцию. Как они говорят, дошло. Дошло это 7 томов по 1320 страниц. И фотографий вот сколько. Вот как это будет? Формат маленько, размер побольше? Он будет поширен. Та же ламинированная, вот такая высокая качество. Вот такая толщина. Первая предоплата уже была сделана. Первая на бумаге 3,7 миллиона. Денег нет. Вообще нет. И поэтому мы просим, чтобы Господь как-то нашел в геррии. А некоторые спрашивают, а вот у нас десятину батюшни, саму себя. Десятина там, где нет торговли. Если десятина, на десятину мы вышли книги, но эти книги нельзя продать. И подарить можно только священникам. Только десятина выйдет в виде книг. Так что у вас, если кому книги нужны, у меня есть 38 томов, которые были. Переезды на Новый Завет, 3 тома. Пропать в стихах 4 томник. И вот третье издание, писанное православие. Мы можем дать без денег, где-то подкопите, что-то пришлете. Нам нужно вылазить из этого. И сейчас еще больше надо заплатить уже за все. Как это будет, не знаю. Уже всем открыто делаем. Солженицын и Горбачев. Ну, Солженицын понятно. В университете меня спрашивают. Ну, а Горбачев? С ним в журналист съездит и говорит, в 3 часа сегодня, говорит, разговаривал. Я, говорит, пришел, не знаю, что написать. В 3 часа. Вроде говорил и. Ну, там, кто у него, Максимовна-то. Она, говорит, руководит ей. Это у Бога все на месте. И какой-то пьяница там, Ельцин. Все разболел. Посмотрите. Когда я был в камере, и там арестованный был один преподаватель, второй группы космонавтов по аэродинамике. Птицы какие залетели. И он говорит, а вы видите, что фамилия Горбачева. Смотрите, в бумаге бумажку. Вот здесь где-то напиши. Горбачев. Печатными буквами. Ну, ручку я там напишу. Крупно написать. Горбачев. Я никогда не думал. Обо мне никогда не придумать. Это что-то такое. А что такое, это тогда я понял, от Бога. Это нельзя. Кто у тебя соседи живут? Узнай фамилию. Узнай, которые до соседей были в этом доме. И возьми первые буквы. И слог получается. То есть, вот это город, не знаю, со словами. Б. Брежнев. А. Андропов. Ч. Черненко. Е. Ельцин. А вы это что? Где? Генеральные прокуроры. Главные лица в стране. И в таком порядке они пришли, как фамилия Горбачев. Это нельзя составить даже. А город и горе. Горбачев. Брежнев. Андропов с Черненко и Ерцин. И Владимир. Я когда посмотрел это, отрицать никак нельзя. Это нельзя составить. Это у Бога. Уже предупреждение тайное было. На ангельской основе, видимо. Садимся за стол. Вот небольшое вступление. Так, как я спросил. Спасибо. 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 Продолжение следует...